Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может видеть каждого Израилю намного легче, чем нам, потому что в Израиле нет притулы, нет Зеленского, нет такой коррупции и нет тупости, потому что Зеленский это король тупиц. Он уже, Юля Мостовая, это выдала на гараж, он оказывается, обратился к журналистам, чтобы они до победы, ну до конца войны, чтобы они не говорили о коррупции. Черт побери, каким же тупорылым негодяем надо быть, чтобы посчитать, что он, как глава коррупционеров, может потребовать от журналистов, чтобы они не говорили о коррупции. Тот, кто возглавляет эту коррупцию, тот, кто лично каждого коррупционера утвердил на его месте, он набрался хамской наглости запрещать говорить о коррупции. Смотрите, в Израиле, еще когда война судного дня, так же неожиданно, как и в этот раз, так же неожиданно, вот как у нас 24 февраля наступило, первым, о чем заговорила израильская пресса, о том, что Голдомейр должна понести заслуженное наказание. Ее потом поперли, понятно, что после победы, но сейчас израильская пресса, все израильские каналы, все израильские аналитики, они при единодушной поддержке Цахала и объединившись все против врага, напрямую, постоянно говорят о том, что необходимо после победы устроить разбор полетов и всех покарать, кто виноват в том, что террористы неожиданно напали и так далеко продвинулись. А Зеленский это просто какой-то памятник наглости, хамства и непроходимой тупости, потому что он не хочет эту тему обсуждать, он запрещает ее обсуждать. На едином марафоне, вдумайтесь, который на деньги у украинцев проводится, украинцам запрещают узнать правду, обговорить правду. То есть все оппозиционные политики, которые, да еще не меньше Зеленского, больше Зеленского за Украину были, есть и будут, вот они-то как раз и не допускаются. Зеленский, который был представителем антимайдана, который был, ну, не прикрыт на стороне Януковича и все его окружение, вообще такие, как татаров, просто в погонах прислуживали Януковичу. В ближайшее окружение Зеленского это все как один, это помощники депутатов регионалов, ну, не все, но очень многие, конечно. И вот эти люди набираются наглости, узурпировав власть де-факто, еще и публично по причине, ну, просто, ну, врожденного идиотизма обращаться, что, дескать, не надо вот во время войны говорить о коррупции. То есть, это надо не прекращать коррупцию, то есть, вместо того, чтобы собрать коррупционеров, а не журналистов, и сказать им, ребята, не надо во время войны воровать. Он собирает журналистов и говорит, знаете, ну, не надо говорить во время войны о том, что все-таки воруют. То есть, Зеленский прекрасно понимает, что воруют. И наши западные партнеры постоянно ему говорят, уже просто, уже хоть кол на голове тиши, что ты развел систему воровства доселе невиданную. Я понимаю, что окружение Зеленского поет ему сказки и рассказывает, что все не так плохо, ему лепят горбатого, что, а вот при других президентах еще больше воровали и ничего, и все у нас нормально. Но вопрос в том, что неважно, по собственной тупости он верит окружению, или он прекрасно все понимает и получает долю, все равно будет так, как должно быть в демократической стране. Обязательно нужно говорить, и мы с вами обязаны это делать, о том, что власть погрязла в коррупции. Мы с вами формируем общественное мнение. Если мы с вами берем на себя труд, распространяем эту информацию среди друзей и знакомых, наша миссия в том, чтобы объяснять, поскольку свободу слова у нас украли, политическую жизнь у нас украли, телевидение и как бизнес, и как явление у нас умерло. У нас, честно говоря, уже и после ковида-то было тяжело, но с войной стало вообще тяжко. Поэтому отсутствие свободы слова должно быть компенсировано нами. Вы и я, мы обязаны об этом кричать, говорить на всех углах, всем друзьям и знакомым, доводить то, о чем сознательно молчат на едином марафоне. Посмотрите на этих негодяев, на этих вот наемов, Лещенко, Скрипиных. Они, которые когда-то позиционировали себя как журналисты, расследователи, правдорубы, они все сейчас соучастники вот этого зеленого воровства. Потому что они выполняют задачу замалчивать, отвлекать внимание. Кстати, я обратил внимание, наверное, как и вы, что журналист-расследователь Ткач, украинская правда, она уже тоже под пятой позитивного блогерства. Они не поехали расследовать в тот ресторан, который я назвал «Веранда». Есть еще десяток ресторанов, где гужуются высшие представители вот этой касты воров народа, слух народа. Где шикарные тачки. Где действительно сел просто в засаду, пару дней посидел, отснял такие, пробил номера. И тут же все высшее руководство и окружение Зеленского, вот оно. Нет, они пошли. То есть Ткач нашел какую-то задрыпанную, занюханную забегаловку. Где ни одного, даже мало мальски заметного персонажа не было. То есть он, это называется спустить пар. Это называется не замечать того, о чем говорит вся страна. Поэтому узурпация власти и вот это насилие над свободой слова и конституцией, это есть пружина, которая сжимается. Люди, которые не прошли Майдан и попали во власть, искренне не понимают причины возникновения этого явления. То есть те, кто системно предлагали, кстати, вообще никогда за это Зеленский не извинился, за то, что он хотел, чтобы Путин его забрал как за долги. Что Украина девка из порнофильма. Эбонитовые палочки, которым надо было бить нас. То есть люди, которые в отличие от нас в армии не служили. Которые от армии уклонялись и не просто уклонялись. Как ближайший соратник и публичник, хорошее украинское слово, публичник, Кашевой, он даже публично гордился тем, что он на фронт не собирается идти. Ну, я же вам не лох, правильно? Мне же там, мне же как бы всегда, да, мне же как бы всегда, да, вот 16 лет. Я могу вот как подросток лепить какую-то фигню и мне все должны прощать, да. Да, ребят, это все обязательно закончится. Это все закончится так, как это даже не у Януковича закончилось. У Януковича это еще лайт вариант. Поэтому, пожалуйста, не забывайте перепощивать мой блог, распространять в соцсетях. Главное, сами ведите активную работу. Мы с вами формируем общественное мнение. А эти гаденыши, они очень чутко относятся к рейтингам, к общественному мнению, к социологическим замерам и опросам. Поэтому мы, вот меняя каждый, вот по капельке общественное мнение в Украине, влияем на ситуацию. То есть мы тут единственный предохранитель и ограничитель для воров, которые сейчас хомячат из нашего бюджета во время войны. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте в соцсетях. А победа будет за нами, потому что персонально за каждым из нас каждый день обязательно не заржавеет.